Анастасия Анастасия А к нам-то как вы попали сюда, в Москву? Это уже после университета. Я его закончила в Красноярске. А что вас заставило такую молодую, интересную барышню жить с уголовником? Сложилось так, что я заболела. Но заболели вы из-за чего? У меня был стресс. В 19 лет? Да. Какой? Молодой человек ушел к вашей подруге? Ну, не ушел. Просто я узнала, что они, оказывается, встречаются. И для меня это было, конечно, очень неприятно. Но в 19 лет нужно быть очень нестойкой, ну, совсем нестойкой, чтобы переживать измену молодого человека так, чтобы довести себя до болезни. Да, да. Ну, там не только это было обстоятельство. А что еще? Я работала с первого курса, поэтому для меня было всегда стрессом, где взять деньги на учебу. А родители не помогали? Ну, мама как могла, так помогала. Отец нет, потому что они в разводе, и поэтому от него никто не нужен. Жили в общежитии? Да, я жила в общежитии, и у меня была проблема в том, что девочка, с которой я жила, она была не очень чистоплотная, выпивала, ходила в клубы, поэтому я все это видела, слышала, и она меня просила об этом не говорить. Ну, в общем, прошли все круги студенческой жизни вдали от мамы. Да. И тут еще и молодой человек бросил. Да. И начались проблемы со здоровьем. И работа, да. И в тот момент меня с работы уволили, потому что я не справлялась. Я на учебу должна была разрываться, и на работу. Я говорю, жизненные обстоятельства разные. Ну, да. А как вы оказались в такси? Ну, как получилось. Я то в кино ночевала, просто искала, где мне переночевать, то у милиционера, там, молодого человека, ночью посплюсь. А из общежития выгнали? Ну, да, потому что девочка постаралась, и ее родители, чтобы меня выселили. Вот. Все то, что делала она, оказалось, это делала я. И поэтому обращаться ни в какие станции не нужно. Ну, в общем, была такая мутная история, когда за вас некому было заступиться. Ну, конечно. Я просто была одна, и об этом все прекрасно знали. И вот вы ночевали, где придется. Да. И однажды. Ну, после моего тяжелого дня я остановила машину, попросила меня довезти до кино. И разговаривала с мужчиной, ему очень стало жалко меня, и он решил меня к себе домой. А не страшно было? Нет, вы что, я столько в такие ситуации попадала, поэтому я действовала вопреки страху, как, в принципе, действую сейчас. То есть настолько... Бесстрашие. А почему? Это же только люди, у которых проблемы с психикой, не имеют страха. Ну, а что мне еще делать, если я спала в кино? Где я еще там? На вокзале я спала. То есть это отчаяние уже? Ну, конечно. И вот вы к нему приезжаете, и... Он меня накормил, даже красные икры мне дал. Я даже была очень удивлена. Как так мне? Я столько всего, и ко мне такое отношение. И положил у вас свою кровать? Да. Ну, он ко мне не приставал просто. А как, вы это обговорили, что он к вам не будет приставать? Нет, ну, просто выбора, опять же, нет, чего. То есть если бы приставал, вы бы ничего бы и не ответили. Ну, а что теперь было делать? Не знаю. Я просто по нему и не догадывала, что он какие-то ко мне проявляет знаки внимания. Послушайте, он мужчина, а вы женщина молодая. Ну, и что? Ну, вы что, упали с луны? Девушка прошла огни и воды, да? Да, да. Да, серьезно. И медные трубы. У вас с ним завязались отношения? Да, я стала с ним жить. Он помогал вам как-то? Ну, только проживанием, одежду, что-то это. Я сама, моя мама. А как узнали? Учемно. Кстати, мама проявилась? Она узнала, что вы живете с непонятным человеком? Да, она проявилась. И как она отреагировала? Ну, она узнала только тогда, когда его уже посадили. А посадили его за что? В воровство. Вы знали об этом? Вы знали, что он, да? Догадывалась, догадывалась, потому что он мне говорит, я поехал в командировку, приехал, все у него висит. И вот эти вот песни воровские. Жизнь, она сложная штука. Да. Никогда не угадаешь, с кем встретишься. Вы институт закончили? Ну, конечно. Кто вы по специальности? Я экономист и менеджер внешнеэкономической деятельности. Хорошее образование. Да, отлично. Скажите, а поколачивал за что у вас? А я узнала, что он мне изменяет. И я это не скрыла, что это такое. То есть он посчитал, что я вот так тебя сильно люблю, поэтому ты, падла, стерпишь все. И мои побои, и измены, и все остальное. Поэтому, вот, получай. Взял тебя сиротку бедную? Да, то есть я тебя взяла, тебя притащила, вот и соответственно. Сколько лет ты ему было? Ему, может быть, там, ну, сорок восемь, пять, сорок девять. Вот, к старой деду же. К счет второго года рождения, вот. О, муравейший. Да, кстати, я оставила ее в покое. Или, может, это ждет? Да, 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 кстати. Надо задать вот этот вопрос. Да, или мне чего, мне чего уже, мне уже как-то... А то так женишься. И вот вы приезжаете в Москву, снимаете здесь жилье какое-либо? Да, я снимала комнату. И куда устроились на работу? Первое, что мне предложили, за что зацепиться, это было кафе. Кафе я работала менеджером. Нет, я менеджером кофейни. Потому что у меня опыт работы тоже есть. И в ресторанном бизнесе мне часто приходилось работать. И там что у вас начались, какие взаимоотношения с мужиками? Да никаких. Просто я дальше меняла заведение. Все на более лучше, на более высокий уровень. Устроилась в гостиницу. Ну, а там я со своим хорошим взглядом на мир, думая о других хорошо, ну, и я, оказывается, попала вот к мужчинам, которые хотят не просто официанток, а что-то более. Я даже не подумать не могла об этом. То есть как на меня кто-то потремолк. Как вы уговорили? Намеками, разговорами, расспросами. Ну, намеки и разговоры можно пресекать. Но если начальство тебя прессует, шантажирует, то вот здесь уже проблемы есть. Особенно если тебе нечего есть и негде спать. А если намеки, то намеки можно, так сказать, и в муше пропускать. Ей нужна мужская рука сильная. Да, либо покровитель нужен какой-то такой. Поэтому она ищет, наверное. Ну, в кого-то вы из благодетелей, или вы все-таки влюбились? Ну, потому что не в него, а в отношении. В его внимании, в его улыбчивость. И кто он был? Разговор. Ну, один из руководителей. Он был женат, как водится? Да, я тоже не могла понять, почему такое повышенное ко мне внимание. Меня отправили на курсы. Из чего? Всего лишь эту официантку, которая здесь бегает с подносами. Ни за что, тем более. Абсолютно. И вы правда, взрослая девочка, не могли понять, что... Ну, я доказывала, что для чего. Я думала, что они меня просто хотят повысить в дальнейшем. Ну, пусть человек работает. Ну, все-таки отношения сложились? Нет. Все-таки мужчина должен быть надежным тылом. Как это? Ну, естественно. Добытчиком. Это жена должна в тылу сидеть и ее высоту варить. Нет, жена – это тыловое обеспечение, жена – техперсонал. Настя, скажите, чего хотите и за какой срок добиться, вот, живя в Москве? В течение 4-5 лет обрести финансовую независимость. Вы понимаете, что в Москве невозможно без протекции, без помощи материальной, в том числе мужчины, вы на ноги не встанете никогда. Даже если вы будете зарабатывать 300 тысяч в месяц, что нереально. Борис, можно, к пенсии можно. К пенсии? Сколько? 300 тысяч? 300 тысяч в месяц. Это ее содержание? Да. Я думаю, да. Круто. За кем вы пришли сегодня? Ну, за мужчиной. За мужчиной и за кем? За мужчиной. Есть ли студент, молодой из общежития, ваш ровесник, подающий надежды, Николай Недвора, из Иркутска? Нет. Нужен кто? Хорошо обеспеченный, уверенный, целеустремленный, заботливый. Хорошо обеспеченный, значит, ему должно быть от 35, как минимум, да? Они практически все женаты. Ну, не все. Нет, ну, значит, разведенные. Вот тот, которого описываете. Вы согласны связать свою жизнь с разведенным? Да. У которого дети? Да. В другой семье будете делиться? Я воспитывала ребенка. Ну, вот теперь стало понятно, какая ее цель, да, что она хочет обеспеченного, чтобы все у нее было, сразу и дом, машина. Уже приложится любовь и ее красота, пожалуйста, как подарок. Что, в свою очередь, вы предложите мужчине, вот такому прекрасному, которого вы нарисовали? Ну, свое внимание, свою любовь, заботу, даже жертвенность, ну, в меру жертвенности, а не та женщина, которая любит слишком сильно. А любовь в шкале ценностей на каком месте стоит в браке? Ну, она потом появляется, она же раз в стадии. Нет, ну, после чего и на каком месте? Наверное, на втором, после близости, именно не физической, а когда ты можешь человеку открыться. Русь, для меня очень Анастасия понятная девушка. Ой, Настенька, жалко мне вас. У вас еще здоровье ведь это, иммунитет вот у вас слабый. А, кстати, что это такое вам диагноз поставили? Недифференцированный полиартрит и порог сердца. Это что такое? Ну, это для врачей неясная причина возникновения. То есть много факторов, которые повлияли этому заболеванию. А как это проявляется у вас в вашем здоровье? Тем, что я не смогла ходить. Вам показано рожать детей? А вот тут спорный вопрос, хотя мне врачи сказали, можно. Ребеночка можете не родить? Все возможно, да. Ну, в общем, девушка очень такая своеобразная, с детьми что-то у нее вообще непонятно, может, не может. Ну, да. А вот вы сейчас в ломбарде работаете, там зарплата-то большая? Нет. Ну, а вы на что живете? На зарплату или колечки там подкорбовываете? Ну, на зарплату брат и мама, вот мы так все вместе. Дело в том, что если вы хотите за обеспеченного мужчину, принцип один, это как в бизнес, надо найти инвестора. Сначала в себя инвестировать, потому что сейчас богатые, извините, не разбежались на золушках. Поэтому либо вы сначала два варианта, либо вы вкладываете в себя, находите папика, и он вас делает, а потом вы уже такая вся трендовая, на вас вполне вероятно посмотрит мужчина. Коля, золушки сейчас, это просто фантастика. Все проблемы ваши из-за того, что себя обожаете, любите, и болезни, и свою судьбинушку такую, все, переключитесь на что-то или на кого-то. Мужчины хотят отдачи. Если мужчина вам дает много, он хочет столько же получать, а то и больше. Да, я понимаю. По-другому не будет. И вы не лялька, не маленькая девочка. И от маленьких девочек хотят взрослых поступков и хотят самостоятельности. Поэтому, да, взрослые, да, уже с детьми, с внуками и так далее. Но без облачного чего-то я вам, без вашего труда, не обещаю. Ну, правильно, Лариса говорит, что надо как-то взгляды для жизни применить. Настя, я хочу, конечно, сказать, что вы человек действительно свободолюбивый, очень вы уверены в себе и упорны абсолютно, и действительно абсолютно бесстрашны. Именно это качество помогает вам в вашей карте добиваться всего, чего вы хотите. И поможет добиться и материального положения. Но, что касается брака, здесь слабая очень тенденция. Потому что партнеров вы выбираете всегда слабее. Понимаете? В этом году вам повезет. Ура! Но когда вы выберете человека сильного, вы не боитесь, что случится так, что он будет обеспечен, силен, будет тянуть вас. Но наступит момент, когда вам нужно будет тянуть его и его детей. Я готова. Пока она только мужчину хочет, который куда-то продвинется. Да, причем старше, она лет 10, я так понимаю. Дорогая Настя, проходите. Удачи вам в знакомстве с первым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все, открою, да? Здравствуйте. Приветствую твои обозрительные сущности. Меня зовут Андрей. Приглашаю тебя пообщаться. Привет, Андрей. Ну где ты был, но не меня скорее. Андрей, 34 года. Индивидуальный предприниматель, пчеловод. Преподает тантру. Признается, что во время медитации отчетливо видит образ своей идеальной девушки. Мечтает обрести пробуждение. Год назад Андрей потерял память, и его прошлая жизнь была частично стерта. Надеется, что с Анастасией он начнет все с чистого листа. Как вам повезло, Андрей? И какую же часть вашей памяти вам отшибло? Честно, не помню. Когда проснулся в больнице, я не помнил, где провел Новый год. Знаешь, мне кажется, они будут это хорошо смотреться. Один ничего не помнит, другая будет ему задавать планку. А после чего отшибло-то? Что случилось? Ну, я много занимался бизнесом. Нет, кундалини йога, потом страсть у меня сильная была. Кундай, это не то, что ты имеешь в виду. Кундай, кундай. Это не то, что ты, Роза, имеешь в виду. И так бедно перезанимался, да? Да, перезанимался, просто перегорел, зашел в аптеку. У очень известной артистки у нашей брата занимался йогой. Тоже однажды принял на грудь в Новый год. Принял позу и уснул. И когда пришли, открыли дверь после Нового года, так его на носилках бедолагу и вынесли в позе пегаса. А у вас что произошло в Новый год? Удивительный Новый год был. Яркий, видать. Да, все спонтанно было. Я не знал, где буду его отмечать. Еду на МКАДе после работы часов 5-6 вечера. Ну, много работы. И девочке позвонил, который просто знал. И она пригласила меня в антикафе, где люди просто пили чай и кофе и выступали таланты. Ближе к делу давайте. Когда память ошиблась? После чего? Память ошиблась. Я пошел в аптеку. Не помню зачем. И упал, как мне говорят. Потом сутки был без сознания. Понятно. Андрюш, а кого-то из прошлой жизни помните? Помню. Романа как? Честно, я бы такого стороной вышла. Тантра. Чем она вам помогает? Тантра открывает очень много энергии жизни. Просто хочется жить, хочется работать. Вы понимаете, будет ли восстанавливать ее здоровье тантры? На практике вы познакомились с барышней, да? Ага. И у вас крутился с ней роман? Был удивительный роман. Девочка на 9 лет меня моложе. Я познакомился на тантры. За ней ухаживал другой мужчина. И несмотря на это я тоже начал ухаживать. То есть был романтик. Мы начали встречаться. Потом мы поехали вместе в Индию. Вот. Там свои процессы были. И приехал сюда, начал болеть. И когда после больницы пошел с ней на тантру, она мне в начале занятия объявила, что она, в общем-то, уходит от меня. К другому? Нет, не к другому. Просто уходит, но мы не подходим. И у меня тут включается вот этот блок, меня не любят. Когда я там начинаю плакать, мне становится плохо. А вы часто плачете? Плакал часто, сейчас отвалилось. Но девушка продолжала ходить и практиковаться у вас на глазах. Было очень больно. Да, я плакал. Это именно тот момент, я помню. Я перестал есть. И очень так тяжело было. Потом, когда я отплакиваю... А ходили к профессионалам? Не к психологам, а к психиатрам? Не дай бог. Почему не дай бог? Нет. Просто те люди, которые занимаются психологией, потом переходят в тантру и говорят, что это намного эффективнее и быстрее работает. Так зачем мне делать шаг назад? Нет, ну человек вот молодец. Он борется, да. Даже память у него пропала. И он все равно не сдает позиции, идет вперед. Вы готовы к браку? К браку? Ну вы понимаете, что в браке вот такие игрушки, там помню, здесь не помню, не проходят. В браке нужно, грубо говоря, пахать. Потому что в браке случается... То родственники болеют, то у детей проблемы в школе или где-то. И за это нужно отвечать. А взрослый мужчина отличается от инфантильного тем, что он несет ответственность за свои поступки. Вам нужно будет отвечать за больную жену, ну и так далее, и так далее. Вы способны? Я хочу работать в радость. И я буду работать в радость. Я делаю только, что хочу сейчас. А если проблемы, кто будет решать? Проблемы только в уме у меня. Когда я проблему вижу как проблему. Когда я вижу просто как задачу, которую надо делать с радостью, тогда нет проблем. Тогда в разряд проблем что входит? В разряд проблем то, что я не хочу делать. Вы хотите детей? Больше да, чем нет. Как думаешь, он готов к браку? Он с ней готов, хоть на край света. Хотите замуж? Попробуйте стать стройными. Вам в помощь диета Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Просто ешьте и ходите. Вы считаете, что у вашей жены должна быть обязательно развита вторая чакра? Это сексуальная чакра. Находится вот здесь, внизу живота. Она отвечает за кайфушки в постели, когда женщина или мужчина... А вы видите эту чакру? Чувствую. Чувствую. А у нашей невесты как с этой чакрой? Сейчас скажу. Тут закрыто. Закрыто. Ну а что, давай открой, что ты? Ты сейчас замуж не выйдешь. Она должна во-первых стать, чтобы он хотя бы знал, увидел... Ну хотя бы станешь, чтобы он хотя бы эту чакру не с желота увидел. Или что? Или вот так вот, или так? Михаил, а вас что связывает с Андреем? Андрей мой друг, коллега по работе. Вы тоже пчеловод или вы тантрест? Ну, ни то, ни другое. А деньги-то что приносит? Я это как-то не врублюсь никак. Что, пчелки приносят деньги? Андрей не выглядит бедным. Может быть, он пчел обучает тантре? Я не знаю. Настя, вам нравится Андрей? Кузи-кузи. Ну так себе. А что вас в нем, может быть, пугает, напрягает? Ну вот то, что амнезия, то, что вы правильно заметили. Хочу, хочу, все будет, все будет так, как ты захочешь. Ваше отражение абсолютное. Вы одинаковые, вы как братья-близнецы. Мы что-то за роги. Вы заточены на себе, а Андрей заточен на себя, поэтому... Ну, два эгоиста вы имеете в виду? Абсолютно. А зачем тогда мы друг другу? Действительно. Да, абсолютно точно. Анастасия, у нас есть три бонуса. Скелет в шкафу, свидание наедине и семейная тайна. Что вы выбираете? Скелет в шкафу. Значит, понравился. Вот как только нравится человек, сразу скелет в шкафу. Что же вы там хотите узнать? Ну, прочитай, Ларис. Тантрический секс – одна из вариаций тантры, индийской духовной практики. Предполагает наличие нескольких партнеров. Любая сексуальная связь, установленная даже на энергетическом уровне, существует до тех пор, пока не будет разорвано. Ну, и как вы к этому? Нет. А если просто на энергетическом, вот просто он глазами раздел уже вашу подружку, и десять раз все это с ней сделал. Вот к такому виртуальному сексу тоже будете? С нашим здоровьем хоть бы так бы. Ну, наверное, да. Может быть, это не так страшно, Андрюш? Как будто что здесь написано. Это первый раз, наверное, страшно. Тантрический секс отличается от обычного тем, что человек соединяется не только вот трение, человек видит другого человека, но и соединяется энергией другого человека. Это понятно. У меня были определенные отношения, когда я с девушкой, я ее постоянно в себе чувствовал. И она себя постоянно во мне чувствовала. Открываю вам секрет. Когда люди влюблены друг в друга, именно так и происходит. Ты фильм помнишь «Напременно удачи»? Тот помню, тот не помню. И секс тантрический. Это точно. Послушайте, Насечка, забудьте все, что вам сказал Андрей. Давайте на сюрприз посмотрим. Заходите. Забудьте. Забудьте. Приглашайте, Анастасия. Предлагаю тебе сделать массаж сейчас. Любишь массаж? Люблю, но как это здесь будет выглядеть? Вот поэтому и будем делать. Слушай, он либо он ее сейчас в лотус загонит. Ты думаешь, он настолько будет сейчас ее вот этими вот чакрами. Эти люди на все способны. Ой, а мне можно? Да. Подходите. Я когда делаю массаж, я чувствую человека. Чувствую его напряжение. Могу рассказать, что с ним. У тебя очень хорошая спина. Я знаю. Спасибо. Очень приятно, что ты заметила. Ну, в смысле, напряжения немного. Это мышцы. Слушай, они красиво смотрятся. Господи, он ее сейчас пощупает. О, Боже. Может, ножки помассирует? Прям ножки. Можно и ножки. Я уже начинаю испытывать некоторую неловкость, поэтому заканчиваем сюрприз. Мне хорошо. А тебе, Настенька? Благодарю. Мне очень понравилось. Спасибо. Сокрушительная конкуренция. Да, против массажа, Витлянин, ты никак не качешь. Спасибо большое. Забирайте своего друга и проходите в комнату. Просто детский сад. А мне, Лариса, вот это нравится. Жених не хочет денег тратить ни на что. Он все время про массаж рассказывает. И массаж. Ну, я спрашиваю сначала Инна и Павла. Как вам жених? Ну что, конечно, смущает провал в памяти. Но, по-моему, уравновешенный, спокойный. А Павел, а вы что скажете? Он, правда, много на себе на уме. Такой, мне кажется, он не семейный человек. Настя, что вы увидели в 34-летнем мужчине Андрея для себя привлекательного и непривлекательного? Честно, ничего не вижу. Ничего. Ни вот это вот перспективы, там, стороны. Почему-то просто у меня какая-то стена. Вот человек и все. И не более. Стена говорит. Ну, вы правильно. У нее есть определенный паттерн. Настя, ты знаешь, так тоже можно женихами поразбросать. С вашим-то милым-то здоровьем. Знаете, наоборот, надо улыбаться. Так он ее хохочет этим тантрическим. И что, Морис? А знаешь, если люди платят деньги за эту тантрику, в конце концов, пусть это не все, как говорится, там, зарабатывают у станка или еще каким-то интеллектуальным. Бог не наградил. Раз деньги дают, значит, это сама, говоришь, неплохо одет. Поэтому я бы не стала разбрасываться. Ну, пусть думают, что хотят. Пускай веселятся. Что по звездам? В первую очередь я хочу сказать, что козероги все скрытные люди. И себе на уме. Вот, как вы говорите, вы козерог, и он козерог. И поэтому у каждого, конечно, свои скелеты в шкафу. Но, безусловно, есть некоторое сходство. Свободолюбивый и вы тоже. Поэтому, я думаю, он вас зацепил. Причем как следует. Понимаете? И, скорее всего, в этих отношениях может быть стремление к возврату, но не постоянству. Это, знаешь, айсберг. Взяли там вот такую штучку, там, откусили щепотку. И вот это я. Встречайте жениха. Анастасия, ты великолепна. Добрый день. Спасибо. Очень приятно с тобой познакомиться. Благодарю. А что не живое? Проходите. Виктор. 30 лет. Владелец кафе, кондитерской, пивной и парикмахерской. Предупреждает, что каждый день ходит в храм и спит с открытой форточкой. Мечтает заняться благотворительностью. Супруга клялась ему в любви, а на следующий день приняла решение о разводе. Виктор надеется, что встреча с Анастасией не принесет ему разочарования. Вам, может быть, и нет, а вот Настя как-то скривилась, получила фабукет. Да, это не живое. Ну и что, зато, Мишки, какие приятные. Будете с ними спать? Зайчики. Да, я думаю, какая-то капризная, неуместная. Что-то вас прям чуть-чуть заклинило. Вы не расстроились, что так невеста восприняла ваш подарок сюрприз? Нет, я всегда подхожу по-разному. То есть мне нравится девушкам, конечно же, живые цветы дарить, но иногда я люблю зиму. А если бы был не живой букет, а весь ей состоял из купюр, сто долларов? Ну, я бы подумала, что это намек или пойми, как поймешь. Не знаю. А что за тортики? Пожалуйста, это вам. Ну, это оригинально, вообще прикольно, парень. Пять баллов. Дорогой мой, что у вас там случилось? Вы тоже бедолага в браке. Да. Во сколько лет женились? Ну, да. Во сколько женились лет? 27 лет. По любви? Да. А вы жили с мамой, с ее? Изначально, да. И вы считаете, что жена вас любила, но теща ваш брак разрушала, расшатывала постепенно? Там неизвестно кто что, я до сих пор, в принципе, не разобрался, но факт есть факт. А что же не устраивало тогда вашу тещу у вас? Скорее всего, просто потерялась девушка, то есть сама в себе. Как она сказала, что не разобралась еще. А до свадьбы она не могла разобраться? Сколько ей лет было? 14? Ей было 27, так же 28, как и мне. Почему же она до свадьбы не разобралась в себе? До свадьбы, в том-то и дело, что мы встретились по любви. И, естественно, то есть мы нравились друг другу. Протяжение всего этого времени, год-полтора мы были вместе, да? Но потом, почему-то, мне так кажется, что кто-то повлиял, то есть со стороны, либо кто-то сказал что-то ей, да? Может, если женщина вас любит, вот кто бы что и не говорил, он будет превращаться в врага, даже близкие родственники. Жених мне очень нравится такой. Хорошенький, лапусечка такой, 27 лет женился. В 27 раз велся. А домашний, домашний. Может, Виктор обещал, что там будут золотые горы, все будет, а ничего не было? Ну, конечно, я обещал, но не сразу. Просто в той семье она достаточно обеспеченная. Чущенька спрашивала, где деньги, почему мало зарабатываешь? Нет, я нормально зарабатывал, чтобы содержать семью. Просто дело в том, что было, что перешел именно на бизнес свой. А бизнесом я тогда не занимался, я начал в 27 лет заниматься бизнесом. А, вкладывать начал, денег нет. Нужно мало того вкладывать морально, еще это важно, материально. Сегодня вы на какой ступени? Вы уже перешли мечты? У вас уже все в реальности? Бизнес, деньги? Да, да, конечно. Потому что невеста у нас, Анастасия, тоже не хочет ждать ничего. Она хочет сегодня. Квартира, бизнес. Ну, видишь, экономически, кстати, тоже такое соображаемое. Скажите, а как вам женщины-потребительницы, которые хотят выжить за счет вас и любовь даже не на втором месте? Бедная девушка Настя приехала в Москву. Почти ваша ровесница. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Здесь сердцу не прикажешь. То есть сейчас на моем моменте самое главное, это еще те отношения. Потому что я еще душевно не расстался. Вы знаете, потому что самый главный момент... Скажите, солнышко моё, а вы развелись официально? Да. Может быть, вы сегодня пришли для того, чтобы она вас увидела, какой вы прекрасный и очнулась от этой спешки? Как ни странно, я не могу до нее достучаться никаким образом, потому что человек сменил телефонный номер и... Как ее зовут? Елисавета. Елисавета. Если вы меня сейчас видите, а вы, конечно же, меня видите с своими друзьями, ну, не будьте глупы. Вот такие женихи на дороге не валяются точно. Ответьте, откликните. Вы же были когда-то родными людьми, не один день. Если она вам позвонит после программы... Я с удовольствием встречусь. Анна, вы взрослая женщина. Подруга с какой стороны? Мы по работе коллеги. По работе? А как вы относитесь к такому переделу? Мне кажется, это нечестно. Вот если бы был Виктор моим сыном, я бы ему сказала, зачем тебе такая женщина нужна? Да, нужно вперед двигаться, наверное, все-таки. Женщина и в горе, и в радости, и в бедности, и в богатстве, и в здравии, и в болезнях, понимаете? А когда только в здравии, и в богатстве, и в прелести, вам зачем это? Но сердцу не прикажешь. Чудо чудесное. То есть он ее любит до сих пор. И он пришел сюда, и любит ту до сих пор. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Тамара дадут вам совет в любое время. А пока реклама. Может быть, стоит попробовать с Анастасией? Вот переключитесь на другую женщину. Да, я... И она прибежит к вам сама? Бывшая. Да ладно, Наська, у нас... Все возможно. Давайте так. Стоит попробовать? Стоит попробовать. Это вам что, эксперимент, что ли, прямо? Я вам тоже Наську так не отдам. А у нее и так слабое здоровье, порог сердца. А вот они эксперименты стали. Детей хотите? Да, очень. А если вам не родит жена? Такой случай уже был, потому что мы жили в браке, и детей не было. Но это не проблема, потому что все возможно. Хорошо, вы встретились, поняли, ваш человек. Все хорошо, кроме того, что плохое здоровье, не родить детей. Для вас это важно? Вот на этом этапе? Когда еще не повязали? Это одно из важных. Я здесь, опять же, повторяю, что для меня важно, это самое главное внутреннее составляющие человека. Хорошо, родной. А для меня главное, чтобы наша невеста сейчас выбрала два бонуса. Остались свидание наедине и семейная тайна. Семейная тайна. Семейная тайна. Понравился. Проходи. А мы вас подождем. Проходи. Я тебе могу дать любовь. Прямо так? Да, действительно. Это правда. Но я так понимаю, что это со временем. Ну как это со временем, что это тебе дам любовь? Что в понимании любови? Любовь – это многое. Я сразу тебе не скажу. Но это внимание к человеку, это общение с ним. Это симпатия взаимная. Это много составляющих. Что тебе больше нравится еще? Забота. Уверенность. Согласен. Вот он и сидит про какой-то внутренний мир непонятный. Ему сейчас все равно, это потом он ей мозг вынесет. Что детей у тебя нет и так далее. Скажи, пожалуйста, Тамар, а это из-за того, что такой знак... Да, совершенно верно. Не может открыть, что ему нужно? Во-первых, они вот то, что про командировки, они всегда будут ездить. И у него реализация идет вне дома. Плюс ко всему, очень сильная физическая совместимость. Редкая. А что мне важно от женщины? Да, что у тебя важно. Да, мне важно, чтобы женщина меня, она побуждала, она всегда была со мной, она в меня верила, она меня мотивировала. Что бы ни случилось, она всегда говорила, ты сможешь, у тебя все получится, ты добьешься всего. Ну и духовно вы тоже мужчины взращиваете, женщины, за тобой ведете. Конечно, конечно. Сколько я знаю мужчин, которые уже и развелись, и новая жена, и счастливы в браке, и мотаются к бывшим? Ну, там, слава богу, пока детей нет, поэтому если и что-то получится, то хотя бы не будет такой привязанности, которая будет тянуть. Может, человек все-таки дальше будет двигаться и жить в другой жизни. А может, и нет. Не долго нет. Все, дуцаем и зубы. Все, да? Финитто. Витечка, ваше время истекло, мой дорогой. И ваше, Настя. Так, вы купили. Удачи, это все. Как-то вы долговато. У вас какая осанка, вы больными танцами не занимались? В детстве давно, да, занимался. Да, 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 видно. Показывайте сюрприз. Сейчас посмотрим, что за сюрприз мужчина приготовил. Я не могу без тебя жить. Мне и в дожди без тебя сушь. Мне и в жару без тебя стыть. Мне без тебя и Москва глушь. Ой, какой он романтик. Ой, какой пусечка. Я ничего не хочу знать. Ни бедность друзей, ни слабость врагов. Я ничего не хочу ждать. Кроме твоих драгоценных шагов. Спасибо большое. Ой, какой хорошенький. Все хорошо у вас. Молодец, подготовился. Не бойся я с тобой. У тебя все получится, в принципе. Я это чувствую. Что именно? Ну, то, что ты хочешь, то, что ты наметила. Попрясающий, конечно, молодой человек. Оля, я, конечно, тебя люблю, как друг. В него я влюбилась. То, что тебе говорит внутренняя любовь, это в первом мужчине, это, естественно, поддержка, да? То, что он может тебя материально поддержать. Спасибо большое, Виктор. Прекрасный ваш друг. Берегите его, пожалуйста. Сохраните его вот в этом виде. Проходите в свою комнату. Чуть прям не расслабилась. Инна и Павел, задаю вам вопрос. Откуда в вашей подруге столько гонора? Возможно, волнуется. Защитная реакция. А вроде вас здесь никто не пытает. Никакая, нет. Все началось с того, что вы как-то очень странно приняли букет. Парень старался, старался, сделал такой милый вам приятный сюрприз. Ну, в общем-то, о чем там в комнате беседовали с ней секрет или секрет? О том, что он хочет получать от женщины и как мужчина отдавать. А вы готовы отдавать? Да, готовы отдавать. Сначала ей ничего не понравилось, да? Но, может быть, сюрприз хотя бы ей понравился. Если вы не перехватите, на сайте двоеточка.тв быстренько замена найдется. Да не просто понравился, вообще очень хорош. Работает, пашет для того, чтобы завоевать. Даже то, что он сюда пришел, конечно, по отношению к нам это немножко нечестно, но я прощаю вот за этот его такой порыв доказать больше. Согласны. Более того, обратил внимание, сколько женихов у нас. Вот, дорогие женихи, вам в укор говорю. Такая редкость, когда вы руку подаете, чтобы невеста либо поднялась на сцену, либо спустилась. Это говорит о воспитании. Я служил высокую оценку. А звезды что? Я думаю, что человек свободолюбивый очень. Он жаждет любви, он жаждет реализоваться, он хочет романтики, но всегда замечает мелочи. Плюс ко всему, стремление вернуть персонажа, это будет всегда. Ему нужен человек, который обладает всеми качествами сразу. Понимаете, он не просто банальный стрелец. Он хочет женщину космос во всех смыслах. Довольствоваться малым не будет? Нет. Но у нас есть еще один жених, и вы можете с ним познакомиться. Проходите. Добрый день. Меня зовут Николай. Здравствуйте. Я очень рад знакомству. Благодарю. Николай, 39 лет. Специалист по таможенному оформлению в торговой компании. Увлекается футболом. Предупреждает, что любит фотографировать красивых женщин. Мечтает, чтобы его снимки украшали обложки итальянских журналов. Николай простил возлюбленную измену и принял ее с чужим ребенком на руках. Но девушка не оценила его благородство. О, дивная орхидея. Спасибо огромное. Как-то очень странно прийти на знакомство с невестой в джинсах. Николай, как получилось, что ваша девушка забеременела от другого? Ну, я не знаю, как у всех людей это получается. Это естественный процесс. Но на тот момент мы уже как два года расстались. Но если она уже зароманила с другим человеком, вышла замуж, родила ребенка, каким образом вы снова с ней вдруг сошли? А, ну это было все очень просто. У меня был день рождения в социальной сети. Мне приходят от нее сообщения. Поздравляю с днем рождения. Всего самого наилучшего, красивого, позитивного. Я ей отвечаю спасибо. Очень тронут. Ну, у меня день рождения 26 декабря. Потом мы с ней что-то списались в марте. Потом что-то в конце апреля. Я думаю, ну, надо посмотреть. Ну, пригласил, да. Пригласил в кино. Там опять получилось такое продолжение. Там получилось быстрее нашего первого знакомства. В смысле, это секс, да? Нет. Вы что? Первый раз, когда мы с ней увиделись, я ее через 15 минут уже носил на руках. При первой же встрече. А тут через 2 минуты? Чуть больше. 10 минут. Вот такая любовь. Так ретивое взыграло, да? Ну да. Да, я могу вот... У меня вот только вот такие вещи действуют. Там, если нет составляющей денег, то сразу вылет. Абсолютно четко. Почему расстались снова с ней? Ну, опять все то же самое началось у нас. Загулы? Ну, там уже загулов особых не было. Но там была совершенно другая история. Это было просто... Это было засилие подруг. А сколько вы вот, когда второй раз с ней встретились, когда она живла мать-одиночка, общались с ней по времени? Чуть больше трех лет. Так проблема одна. Вы на ней не женились, а она ждала, наверное, от вас предложения? Первый раз такая. Еще когда первый раз встречались, была попытка сделать предложение. Она была очень своеобразная. Ну, я решил поактерствовать. Разыграло себя такое прям вот вообще прямо совсем-совсем влюбленное такое лицо, такой влюбленный взгляд. Где-то такое вот что-то просящее, вот как у кота из Шрека. Я так тебя люблю. Выходи за меня замуж. И тут же у меня раскрывается такая клоунская улыбка на вопрос, а что я тебя получу? Ну, добра от меня не жди, хлопот не оберешься. Счастья не обещаю, неприятности гарантирую. Ничего себе. А зачем? Ну, я же говорю. Чтобы она отказала вам? Да нет. Он не Казанова, однозначно. То, что я вижу. Вот перед вами Анастасия. У нее глаз загорелся. Судя по всему, вы ей понравились. У вас дети есть? Нет. Возьмете на себя заботу о Насте? Ну, почему бы и нет. Вы москвич, да? Да. О, все уже все остальные вопросы отпадают. У вас остался один бонус. А вы хотите узнать семейную традицию или семейную тайну? Да. Поделитесь. Мы каждый год на 9 мая собираемся у моих родителей все родственники. Как здорово. У меня дед воевал, у меня бабушка была, ну, как говорится, на трудовом фронте. У нас это святая дата. Как вам? Очень хорошо. Какая традиция? Хорошая. Заодно и всех родственников увидите. Сразу. В одном месте. Да, кстати, вы такой неприхотливый. Вы даже говорите, что невеста, даже жене не надо встречать с барщем. А, кстати, с чем встречать вас? С улыбкой. И все? Этого добра у нас! Ой, завали! С улыбкой это тоже хорошо. С улыбкой, без барща, без ужина. Главное, улыбка. Ну, красиво, пусть улыбается. Улыбкой все это не будешь. На долго-то не хватит, конечно. Может быть, вы и сюрприз приготовили? Естественно. Ну, так покажите. Спасибо. Насколько я знаю, вы хотите научиться играть на рояле? Да. Садитесь, пожалуйста. Позвольте, сфотографирую. Может, он сам играет? Непонятно. А, может быть, сам, да. Но я думаю, что все-таки хочет угодить. Как вдруг он сейчас забабахнет мёдерко? Недавно хочет научиться. Я думаю, откуда такое самомнение? Обычные девчонки, обычные ребята. А кажется, что как в сказке, что всё там самообразуется. Да нет, но она через такое прошла в своей жизни. 27 лет прошла. Уже и жизнь била, и судьба била. Уже пора проснуться. Ну, немножко неформатный, конечно, сюрприз. Может быть, она не хотела такого. Ну, зато на память у неё будет. Смотри, тоже в этом есть какое-то зерно. Спасибо, Николай. Забирайте свою подругу Кристину. Взрослый мужчина. Как вы и хотели. Москвич. Есть где жить. Всего ли хватает? Всего ли достаточно в нём? Когда он сказал про семейные традиции, он так... Из-под лобби какой-то такой... Почему? Он сказал, что... Как будто бы заносство было, как будто... Так, мы собираемся. Прекрасную вещь, что его родня собирается вся на 9 мая, потому что и бабушка воевала, и дедушка воевала. И они соблюдают эту традицию. И она прекрасна. Но с возрастом заносство будет. А у всех мужчин с возрастом такое качество... Ещё усугубляется ещё это. А это возрастной? А что вы хотели? Да, я знаю. Вот к этому надо готовиться. А вы уже готовились. А на кого надеялись? Я никаких ожиданий не питала. Что увидишь, что есть? Ну, вот достойный жених, мне кажется, 39 лет. Если постараетесь, возьмёте себя в руки, поставите реальные цели перед собой, будете объективно относиться уже к своему положению на этом земном шаре, всё про себя начнёте понимать и начнёт всё складываться. Ну, мне кажется, невесте опять ничего не понравилось. Да, что-то как-то Анастасия, по-моему, что-то вообще не нравится. Может быть, трудно угодиться. Настенька, вот прямо, ну, неправильно вы себя ведёте. Вот неправильно. За любого надо хвататься. За любого. Павел, Инна, а вы и сидите, улыбаетесь. Как вам, Николай? Мужчина взрослый, сознательный. Я думаю, можно присмотреться. Он, правда, галантный, романтичный. Немножко себе на уме. Точно, не пьёт и не курит. Это да, это я согласен. Книжки вечером читает. Ну, и москвич, конечно. Её бы по голове ударить сковородкой, чтобы она вообще вспомнила, кто она и что она, и откуда она. А что по звёздам, Тамарочка? На самом деле, он человек очень сильный. Ему нужно, чтобы его партнёр будоражил эмоционально. В этом союзе, я должна сказать, что вот как раз то, что он сказал, неприятности гарантированы тому и другому. Понимаете, потому что могут быть... Действительно, он человек очень интересный. Он позволит вам вырасти. Но, и могут быть даже дети в этом союзе. Есть совместимость. И она как раз ведёт к реализации... А потом кредит наперёд, вот тисер прайс. Понимаете, но самое забавное, что столкновения, скандальные ситуации и сюрпризы... Тамар, они у всех будут, даже у самых идеальных пар. Ой, ладно, посмотрим. Романтичный кондитер, наверное, это самое... Сладкий малыш. Правда, у него ещё сердце не остыло. Что-то мальчик будет постоянно мотивировать. Давай, давай, ещё, ещё. А тебе это не нужно? Нет, нужно движение вперёд, развиваться и расти. Выбирай сердце. Да, ну какое тут сердце? Что тебе сердце подскажет? Туда и ступай. Домой иди. Что, друзья мои, определились с Павел? Кого вы советуете? Я посоветовал романтичного кондитера, потому что, наверное, самое несгладимое впечатление вообще на нас, на всех он произвёл. Парень молодец. Инна? Я также говорю, да, за сладкого парня. А чем он вам так понравился? Вы знаете, в нём есть какая-то жилка, вот именно... Он очень приятный. Он очень галантный, вас сам по себе. Галантный, приятный, сам по себе. Но абсолютно не монтируется с Анастасией, это же очевидно. Вить? Да. Ну, я так подозреваю, что Настю уговаривают заходить к тебе. Судя по всему, да. Да. Так что, ты давай, да или нет? Ты был лучший претендент. Вы просто абстрактно хотите выйти замуж и жить счастливо. А что вы для этого сделали? Почему вы такая аморфная? Почему вы такая прокисшая? Ну... Я не прокисшая. Вам кто-то придёт и что-то принесёт? Какой-то счастье? Да нет, почему? Я как-то... Всё получается, я всё сама-сама. Кто вам понравился? Кто? Ну, у меня есть свой идеал, свой образ. Кто он? Мужчины. Объясните. Тогда сориентируйте. Кто? Бандерас, наверное, поди. Ну... Кто? Кто? Назовите. Ну, это живой человек, но это не здесь. Пойдите к Николаю, к третьему жениху, взрослый, как вы хотели, 39 лет. Если что, я не выйду. Ну, значит, откажешься. Вот так. С фразой. Пойдите, попробуйте, начните отношения. Никто вас завтра в завтра не тащит. Роза. Дедушка моя, твоя история типичная не только для нашей провинции, но даже для московских. Она почти похожа на мою. Но только в отличие от тебя, я в свое время мозг включила. Ключи, пожалуйста, свой мозг. Это все в сказках бывает. Фильм «Купи себе» про Золушку посмотрела, поплакала. Добро пожаловать это. К Виктору большое начинается с малого. Сначала московская прописка, потом ничего, стерпится, слюбится, как говорится, он не монстр. С таким красавцем, как Виктор. Ну, я имею в виду, что? Стерпится, с ума сошла. Ну, стерпится чисто национал. Конечно, в первую очередь хочется сказать, что первый претендент – это могут быть свободные отношения, безусловно, во всех смыслах. Второй – он, конечно, яркий, интересный человек, который позволит вырасти над собой. Понимаете? Третий – более спокойный вариант для прочности. Но покоя не ждите одновременно. Да, незачем это надо. Поэтому и в то же время я вам хочу сказать, вы боитесь брака, но вам надо выбрать. Вот прямо сейчас у вас есть в этом году прекрасные шансы. Сделайте смелый шаг. Палкой-то и никто не ударит, даже если вы пойдете кому-то из них. Начните. Лидер ей нужен, который будет ее вести вперед, и это главное. Мы вас в любом случае поддержим, кому бы вы ни пошли. Давайте проходите. Получилось так, что ей сказали, что я изменяю. А сказали бандиты? Да. Которым вы должны были платить? Да. У вас был безусок. Я приглашаю всех выйти и поддержать позицию Анастасии. Сегодня у нас нет пары. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я Лариса Гузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожениться. Удачи. Надеюсь, мне 37 лет. Начинаем строиться в горничной. У меня много увлечений. Психология, чтение, философия, танцы. Еще хорошего мужчину от 40 лет, который предпочитает гостевые браки. Ценит свою свободу и свободу других. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала.